Представители налоговой инспекции рассказывают бухгалтерам и предпринимателям о нюансах использования онлайн-касс. Новый закон предусматривает, чтобы торговые точки оборудовались кассовыми аппаратами нового поколения, которые автоматически высылают отчетность в налоговую инспекцию. Это очень актуально сейчас, на данный момент, потому что с этими онлайн-кассами непонятно много, скажем так. Очень много интересного узнали. С 1 июля будущего года электронными станут бланки строгой отчетности. Эту тему решили поднять заранее, чтобы не было необходимости менять систему на ходу, как это произошло в случае с онлайн-кассами. Бесплатный семинар организовали специалисты городского управления экономики и инвестиций. Сегодня они продвигают центр поддержки предпринимательства, который открылся в здании городской администрации. Помимо консультаций, там могут помочь оформить документы на получение государственной поддержки, в том числе начинающим предпринимателям. Из интересных это мероприятия по кредитованию для начинающих, именно для студентов, молодым людям до 30 лет, которым предоставляется кредит на сумму 700 тысяч под 6% годовой. Для тех, кто уже действует, но хочет расширить, но связанное с инвестициями, это до 3 миллионов процентная ставка, в зависимости от видов деятельности, либо 9, либо 10%. В приоритете – производство. Торговля с 1 августа исключена из списка. Вместе с тем, если владелец магазина захочет пристроить к нему, например, мини-пекарню, то он может рассчитывать на помощь государства. Это уже не первый семинар. В управлении экономики намерены и дальше приглашать представителей бизнеса, чтобы рассказать о нововведениях и отвечать на вопросы по актуальным темам. Спасибо. Спасибо.